Всем привет, я Тимур Валеев со своим тренерским вопросом и я в Оренбурге. Я сюда приехал, чтобы узнать, как вот на этом стадионе, который сзади меня сейчас, проиграл «Спартак». Естественно, чтобы узнать это, я пообщался с главным тренером Оренбурга, Марселом Личко, одним из самых сильных тренеров в РПЛ прямо сейчас. Поехали! Все на месте, спортсмены! Я не думал, что это был наш лучший матч в сезоне, потому что наш лучший матч был дома с Краснозарем, когда мы выиграли 5-1. Очень хорошо сыграли с Ростовым в Кубаку 4-2, когда мы выиграли. И эта игра, да, можно сказать, понятная. Победили большой «Спартак» 2-0. Для наших болельщиков и людей здесь в Оренбурге это большой праздник. Но надо признать, что у соперника было 3-4 хорошие возможности забить гол. Понятно, у нас тоже мы могли идти до 3-0, когда Мансиа еще не забыл главой. Но во втором тайме мы могли лучше использовать игру с мячом. Не всегда так спешить быстро и поддерживать мяч лучше темповать игру, темпу игры. Где мы это показали потом под конец, да? Леха, если хорошо помню, под конец там 4-5 хороших ситуаций, где мы не спешили, поддержали мяч. И потом нашли ту дыру в защите. Но понятно, «Спартак» уже потом играл тоже таки ва-банк, потому что хотел вернуться в игру. Выходили такие высокие игроки, да, баскетболисты, там Никольсон, Артинс, да. Чтобы все пошло как бы на... играть в этой зоне как бы на фланге, да. На фланге здесь Соболев, как называется, Никольсон, да. Мартинс, в общем, 3-4 высокие игроки здесь, но и через фланги использовать балды, да. Использовать эти ситуации. Ну и мешать здесь, да. И это там два... то, что один раз получилось хорошо, когда подбор мяча назад, Литвинов второй темп принял мяч, небо в касании играл, не попал в вороту, да. Это тоже была опасная ситуация. Там таких ситуаций Соболев был в штангу, то значит у них в «Спартаке» в втором тайме тоже были хорошие моменты вернуться в игру. Да, поэтому я думал, что мы сыграли хорошую игру, неплохую показали, хорошую интенситу игры, хорошую скорость, индивидуально, 1-1, единоборство. Мы были лучшие. И можно за это, там футбольный бок нам дал как бы три очка, да. Но, але лучшую игру мы сыграли, думаю, дома, например, с Краснодарем, 5-1, Луб Ростов в кубаку 4-2. Вы начинаете думать о бронах, о бронах. А ты хочешь победить, не? Это значит уметь забивать голы. И для меня счет, как говорили и Леха, лучший 4-3 для болельщиков, да. Они купили себе билеты, чтобы что видели. Они не купили билеты, чтобы здесь видели свою команду стоять здесь и только выбивать мячей сюда и думать, что ты играешь 1-0 после стандарта и выиграешь, да. Нет, нет. Мы знали, что там Промес, Соболев, эти два, Пруцев и другого. Зобин. Зобин, не? Зобин. Пруцев, Зобин, да. Да, хорошие игроки на скорости, да. Зинковский, да, который очень умный игрок фланговый. У нас защита, мы имеем хорошую защиту, но нет, какая защита топ, так скажу честно. Потому что мы, как команда, стараемся больше играть активнее, впредь, прессинговать высоко. Потому что часто защитить тяжело, потому что через этот прессинг, высокое давление, понятно, не всегда хорошо закрываешь эти двери, эти зоны. И потом идет соперник на быстрые контры на 3-4, 4-4. И понятно, для защиты это не легко. Поэтому мы всегда говорим, атакировать, прессинговать, быть на ранок. Если наоборот, стоять в заде и думать, что мы будем столько обранять, и один-два возможности, что мы забьем. Видели, что, например, Санька Экто очень хорошо справдил с промежем. Вообще ему не дал шанс. И то промежем быстрый, один-два, влево, вправо. Как бы у него и хорошая форма, забывается и часть гола. Небо забывали раньше, но в последних игр там забыли 4, 5 игр, 4 гола. Не так. Отлично. Соболев. Очень неприятный соперник, который умеет использовать свою силу, свой корпус, принимает, отдает. Он умеет тоже дать, как бы, как и удар, да, чуть-чуть. То значит, нелегко для центральных защитников играть с таким игроком. И мажь потом Сзинковский, да, который отлично умеет заходить, как на левую сторону, вправо, да. То значит, ты можешь думать, например, когда промеж играет с лево, что его надо натягивать на левую ногу, потому что он более правоножный. И он там любит заходить, как бы, да. Когда он принимает мяч, идет, финт на право и бьет, да. Он умеет, да. Поэтому надо, как он хорошо, когда он пойдет, страхуй эту зону и оставь ему свободную эту зону, чтобы он могла идти сюда. Это нам дает секунду, две, небо секунду, полтора секунды, чтобы мы сделали реорганизацию в штрафном, где ты набираешь соперника Соболева, Зинковский. И очень много зубин и пруцев, которые входят в штрафное. То значит, здесь всегда три, четыре, часами пяти человек. Когда я говорил, что Литвинов не попал до вороты, как бы видели, что Литвинов здесь на подбору мяча, оп, и был сюда. То значит, вы видели, что шесть игроков сразу здесь, плюс высоко левый, правый фланговый игрок, который... Поэтому надо готовиться, да? Но я говорил с начала, после перехвата мяча, как использовать эти дыры здесь. Когда левый, небо правый играет высоко, столько стоит один, часами Литвинов. И Литвинов не может сам 68 метров страховать. Недваз можно. Достает Саджикия и кто там будет играть не знаю, там играл Масло. Масло? Масло, да? Это значит, один, второй. Хорошие игроки, инакш бы никогда не играли Спартаке, да? Но у меня Воробео, у меня Мансиа, у меня Ковалево, у меня Аганасиан, у меня Джимми Марин. Это скорость. Это скорость, сила. Вадин, вадин. Достатки интеллигентные игроки, которые умеют использовать перехват мяча, быстрый перехват. И когда уже саппионик остается, три игроки. Отлично. Организация, да? Матэо, Сивак, Матэас, здесь проблем. Саня, как это? Плохо. Надо всегда стать так, и потом игрок. Сейчас, два и два игроки, которые тебе могут сделать это. Это нет проблем. Матэас его видит. Миша как бы страхует, но проблем сейчас это, который зависит, да? И может быть большой проблем, потому что промес быстрый, когда ты будешь хорошим мяч, сразу, в общем, отрезаешь перезы, Сивака, да? И он что делает? Стоит и оброняет во вздух, да? Во вздух. Это очень плохо. Это значит, что здесь ошибка, как бы, как это, Саня, потому что оставил игрока внутрь, ближе к веру, да? Это плохо. Так что здесь, но хорошо, здесь уже капла, стоит один, второй. Здесь Манси может быть более активным, уже начинать, ну, атакировать мяч, а может здесь Динка. То только идет коммуникация. Да, коммуникация между ними. То тоже надо очень важно, понятно, когда на стадионе там много людей, не всегда слышишь, ale коммуникация это один из больших факторов, когда ты можешь быть успешным на поле. И то тоже проблем. Не знаю, если в российском футболе, но когда я здесь приходил, вообще та команда, когда выходила на поле, кричала только Мали, можно Сивак, два человека, но они не кричали, это, это, это не кричал, и думали, что все сделает, но таки, как Мали, да, уже с опытом игроки, мусишь говорить всегда. Да, то значит, смотрите, то есть, это наш гол, да, если хорошо помню, да, гол, отличный, Манцы, идет, стоп, да, то есть, агрессивное движение, назад чуть-чуть, агрессивное движение на мяч, стоп, я не люблю, когда игрок, и Манцы, как бы только стоял и сканировал игрока, ничего не добьешься, тебе надо агрессивное движение до игрока, и сейчас получилось, что Жизинковский думал, что Манцы не будет как бы так агрессивно прессинговать, то, что он умеет хорошо, оп, забрал мяч, реакция, стоп, реакция Димы, сразу быстро, смотрите, где стоит Дюра, да, Лукас, Манцы уже здесь, очень тяжелая работа, он остался сам, да, ему сложно, потому что, когда пойдет сюда, он должен идти здесь, но и тот уже выиграл борьбу с этим игроком, понятно, он пробует как бы свою ошибку, как бы, ну, оправить, оправить, да, но не успеют, скорость, и решение, без паники, да, решение без паники, отлично, тоолько, то не будем говорить, это уже их проблем, нечь Спартак решает свои вопросы, мы будем решать свои, да, так же, отличное то, что сделали сейчас, да, другая вещь, в общем, с тобой говорил, Мансия, стоп, Мансия, сколько работы, нападающая, но сколько работы он вам сделает в зоне на 90 метров, очень много, силовая, скоростная работа, динамика, отличная, сейчас смотрите, откуда он забрал мяч, да, на линии, ворот, здесь, hop, быстрый перехват, да, так, стоп, раз, куда мы взяли 4 секунды, от властных ворот, быстро, через Манси, который отработал свое, раз, два, левый защитник уже здесь, полозащитник, Воробьев, Ковальев, и здесь, как бы, страхует, Лука, Звера, так, что мы от сюда, после угловой, как бы, очень быстро, 4 человек, плюс Манси, которые отдали. К сожалению, там, к сожалению, плохой контролю Димы, но могло идти то, что komunикация Юрии подсказать, оставь мяч, потому что Юрий бы, этот мяч забрал, как бы, в строну 2 рот, еще быстрее, а это, то, что мы говорим, komunикация, komunикация команды. Смотрите, это гол, смотрите, да, стоп, назад, Манси, да, то значит, он стоит 22-25 метров от 2 рот, play. Сила, динамика, скорость, корпусом работает отлично, успокоился, то значит, sprint на 80 метров, без проблем, на конец, когда ты можешь сказать, может, уже устал, он успокоил игру, он успокоится, никуда не спешит, tranquило, как мы говорим, и отличное решение, динамки, двери, который забивает гол. Понятно, но этот человек, вы видели, это не было первый раз, но его движение, на 80 метров, 70 метров, он это может повторять. и то есть, то же, как бы, как бы, этот игрок готов, готов делать эти спринты, первый, второй, второй, сейчас, то же самое, стоп, забирал мяч, манципа шел, от своей штрафной, только, что здесь, плохо оценивал ситуацию, потому что, супер, выехал там на 30, 40 метров на скорости, никуда не был, он не выехал мячей под контролем, Юра, отлично, Вара, хорошо, сюда, сюда, может быть, было тяжело, этому игроку надо было катать, сильный мяч здесь, как бы получилось, Юрий пойдет сам, как нет, ничего страшного, сразу, властно, бы был репресс, двух игроков. Сейчас, как бы, хотел идти сам, и решать эту ситуацию здесь, стоп, то, что я ему сказал, в этот момент уже, те игроки, как бы сейчас, в офсайде, чуть-чуть назад, это значит, так, стоп, он уже в офсайде, потерял тот момент, сюрприз, как бы, мяч, это значит, иди, ему надо реагировать, ему надо реагировать, и, может, Юрий может делать другое движение, два раз следующие движения, то значит, за все, одна работа человека, который, властно, может работать, повторять, повторять работу, 10-12 секунд, на high-intensity run, и понятно, эти надо, что наибыстрее, выходит, абы то поле было, покротче, кротче, и после потери мяча, абы мы могли сразу, например, прессинг, репресс, сделать, не оставить соперника спокойнее, выходить с мячом, и, понятно, стоп, разговаривают люди, что спартак был плохой, я не говорю, что был плохой, я говорю, что этот день, завтра может быть все по-другому, это футбол, это спорт, но в этот день, наши нападающие, были, по уровню выше, чем зашитая соперника, но это только моё имя, кто же имеет своё, каждый может сказать, что хочет, понятно, но я не согласен, что спартак был так плохой, но потому, что мы, после перехвата мяча, перехода в период, и скорость, и интенсивность, мы были лучшими, на этот день. Ну, все равно я скажу, что многие, кто играет против спартака, наверняка, плюс-минус, наверное, что-то такой же, такой же план строит, по игре против спартака, то есть, перехватывать мяч, пытаться быстро, быстро атаки проводить, за счёт чего именно удавалось, почему именно в Оренбурге сейчас получилось, настолько всё успешно? Потому что мы не выбиваем мячи, проблема других команд, они садятся, здесь стоят, здесь стоят, да, у них желание, работают, отрабатывают, берут мячи, и здесь стоит один игрок, когда они имеют прехват мяча, но так пробуют играть с этим игроком, иначе когда он сам, и где спартак, да? Где спартак? У него нет спартак, это значит, там были ситуации, где мы девять человек уже сидели здесь, и когда здесь Вова обух стал, да, обухо, да, Вова выходил, и стоял здесь, так были ситуации понятны, там уже падает конец, уже чуть-чуть уже, ну, эти играют в Абанг, уже идет таки чуть-чуть хаос, да, я часто говорю, таки организованный хаос, да, но и когда ты выбиваешь, обух принимает мяч, но, но проблем, что, Лукас, например, небо кто там был в Среднеполе, если они будут стоять здесь, с кем этот обух будет играть, есть разрыв 30-40 метров, это же тот большой проблем, то значит, ты играешь мяч, и сразу muss быть с ним, а не суда, чтобы делали замешание, а вы так говорите, что все играют так, как бы, но не играют так, как мы. Вы видели, чтобы Мансия выбивал мяч? Что делал Мансия? Тащил сам. Тащил с мячом? Он не выбивал никуда мяч. Тащил мяч сам, была зона свободная, Пашов, и потом играл, а то же самое, а то еще не играл Габи Флорентин, который бы вам показал то же самое, еще можно лучше. Да? Таща разница. Ты можешь играть низкий блок, это не стыд, часто так играют и Реал Мадрид, это нормальное, но разница есть, после перехвата мяча, что ты с мячом делаешь? Большинство команд, один пас, бум, потеря мяча, и уже мяч идет в сторону твоих ворот. Но это значит низкий блок и подержи, подержи тен мяч, поиграй с мячом. Таща разница. Почему мы были успешны, и другие нет, например. премьер? 45 минут, никакой скорости. Три передачи сразу потеря, боезность. И эти все аспекты делали то, что мы охватом проиграли 3-1, и заслужение? Заслужение. 45 минут мы ничего не показали, кроме боезны, потеря мяча, и вообще скорость приот, перехват мяча, и потом решили ситуацию, никуда не спешить. И это вообще никакой аспектом не было. В Сочи первый раз? Очень далеко к хорошей игре. Очень далеко. Наспасил один удар? Капленка. Первый удар вообще в Стронвароц после 45 минут игры. Так что супер, но мы это только одна игра. И в чемпионате 30 игр. А если ты играешь одну хорошую игру, и 29 нет, ну так плохо. Но в этой игре мы были хорошие, потому что мы умели использовать мяч. Никакой паник, хаосу, выбегаешь с мячом, выходишь с мячом под контролем, отдаешь пас, нападаешь, работают на скорости, принимают и не теряют мяч. Даешь шанс выходить как бы в защите высоко. Ну и то, что случилось с Джикия, его травма, это за то, что ему надо было в этой игре 3-4 раза больше бегать назад, потому что что будем говорить? Вы сами это говорили. Большинство команд садится здесь, и когда ему надо бегать назад, 3-4 раза за тайм. И здесь ему надо было 30 раз. Но это не, что бы был этот игрок плохо подготовлен, или нет. Это не. Он играл уже 5 игр, или 4-5 игр. Там в Москве у них не так, поле плохое, потому что играли кубаки, ноги, тоже тяжелые. Играешь. Он играл в вторник кубак с Екатеринбургом и приехал к нам. 4 дня на Вастанаве быстро, но сейчас имел такие поезды перед собой. Это ТЖВ, знаешь, ТЖВ, быстрый поезд в Франции, 300 км в час. ТЖВ. Ну, и с ним бегать очень тяжело. Одного вообще убрали, но тот, который поменял в тайме, тоже убрали и потом сажирание ДЖК как бы травмировался. Знаете почему? Знаете почему? Те ло дико я? Могу сказать. Те ло дико sai почему? Потому что не есть магия. Потому что магии не существует. И не есть excuse, потому что мы профессионалисты. Да, и это не может быть отговоркой какой-то или причиной, мы профессионалы. Эта squadра играла на вечерингу и на субботу. Да, когда соперник играл в пятницу, мы играли в субботу. Мы играли в Кубок, они нет. И сегодня мы играем в 12. И сегодня мы играем в 12. Нет магии, нет восточной и мы обычные люди. и мы играем в 12. И мы играем в 12. Может быть, немного времени. Но через эту кумуляцию игр, плюс сейчас, когда ему надо было всегда бегать назад, может, что за это, что получил травмах, что та миша уже была устала. И плохой момент, ему это сделала пинг. Проблем такой, что с детства, если ты будешь кричать на игроков, пожалуйста, не думай, выбивай мяч вперед, так потом он не будет это уметь делать. Понятно? Что буду говорить? Я, когда я приходил в Воренбург, я не хочу никого как бы критизовать. Каждый имеет свой стиль, каждый имеет свою филозофию футбола, я это respektирую. Но когда я видел, что мяч пошел назад, назад, и эти центральные защитники, у них было только на 90%, эти игроки развернули с спиной, не играли со мной, пожалуйста, не играй со мной, потому что здесь стоит соперник. Но проблем такой же, игра в футболе то играешь 10 на 10, то значит, что всегда будет как соперник за спиной. И тебе надо уметь играть с игроком на спине. То, что делает, например, хорошо Капленко, который любит играть с игроком. Он когда потеряет игрока за спиной, он потом теряет сам себе, он не знает, что делает. Для него, когда игрок на спиной, он играет смотрит, сделать в чем часами. И было такое, что отдали чуть-чуть давление и пошлили. Давай. То же самое. Раз, два, здесь стояли два нападающие, небо может и три. Не, не, выходи, пожалуйста, выходи здесь три, не можем играть в футбол. Ну, и футбол закончился, потому что бьешь, и это как в кассино, рулетом 50 на 50. И больше выигрывают эти центральные защитники, потому что они все здесь 190 и больше. Так же потом бегаешь за мячом, как дурак. Ну, и в России поэтому очень много нападающих, которые тоже ростом 190. Много, да, может быть, да, но рост неважный. Вы видели мою команду? Сиваков 187, Перес 183, Капла 187, 8, да, 1,64, Иван 177, 8, Экто 1,70, 2, Юрий 1,75, Вара OK, 182, 3, там плюс-минус, Матэо 175, и Манци 180. Значит, один большой, OK, Капла, повыше чуть-чуть, и все. это все лили пути, потому что потом выходили игроки Николсон, Мартинс, Соболев, то там еще, 185, и больше. Нам тяжело, верхом, понятно, я не могу просить, веру, чтобы я играл борьбу с Николсом, который 88, но, но что я хочу, чтобы они умели играть в футбол? Мне не интересует борьба на верху, в футбол играешь ниже, и через пас, краткий пас, может там стоять человек, 1,90 метра, 2 метра, небо какого, не важно. И мне не интересует, умеет играть в футбол? Умеет играть в футбол? Вратар, умеет играть в футбол ногами? Сегодня, как вратар не умеет играть в футбол ногами, окей, может быть супер на линии, все хорошо, но если не умеет играть ногами, большой проблем. Так что, эти начинают атаку, эти начинают, откуда может сделать как бы сюрприз, да, мяк в межную линию, отрезать линию нападайше, небо еще больше. Это важное. Это ситуация, футбол, играть в футбол, играть в футбол, и то, что, не знаю, как ты говорил, я не видел игры, я думал, что достаточно и Ростов, через Валерий Картин с Ростовом, он требует разыграть по два года, да? Я думал, «Спартак» тоже не выбивает, «Спартак» все идет, потому что у них хорошие вратары, ногами не хорошо играет, да? «Джики» умеет играть с мячом, тоже левая нога, да? Это значит, тоже пробуют как бы разыгрывать. Я думал, что был Красснодар, да? С этим, как называется братарка Красснодара? Сохонов. Да, он отлично искает и тих мячи на кордобу, да? С тоюбум, и подземный, сильный пас. Я говорю, не всегда, он тоже ошибался, и может какие голи, но это футбол. Понятно, не может выиграть, если же один раз делал какую ошибку, не может повторять, ты не можешь повторять, да? Если, я и своим братарам говорю, окей, если сделаешь одну ошибку и за год один, два гола с 30 игр ты забьешь, не знаю, потому что соперник тебе забьет, у нас сегодня 40 голи соперник нам забил, но это много, но забили тоже 40, это очень хорошо. А как бы мы забили за 40 голов, один, два, такие же плохой розыгрыш, кто же там заберет мяч, ничего страшного. Моя потребность у игроков, которые меньше взрослых, как Лука Звера, на Иван Башич, не знаю, Юрий, Матэо, или Рижи, Санька Ектов, корпус. Играй в fair play в корпус. Мы понимаем, что ты не выиграешь борьбу, как у нас, Рената Гойкович, метр девяносто, не выиграешь, но ты, если видишь мяч и хороший тайминг, я не хочу, чтобы кто-то руководил руками. Но идешь в борьбу корпус, плечо, плечо, ты его как бы, понятно, то, что даму надо, так что чистая голова будет для него очень тяжелая. Как Чалов? Как Чалов? Чалов так же. Чалов отличие, играет корпусом. Идет длинный мяч, Чалов смотрит, как хакейский, да? Идешь в корпус и потом играет в мяч. И тебе не нужно иметь метр девяносто? Вообще не нужно. А Гуэро? У него был метр девяносто взрост? Не. А это тоолько интеллект, интеллект, играка, потому что мы знаем, что Лука Звера, метр шестьдесят четыре, если будет стоять, не знаю, ну, пример, Sobolev, так asi тяжело ему будет выиграть в голову. Но может, через этот тайм, потому что у головы, например, у головы, мяч летит две, три секунды. И он может реагировать корпусом. Да? Чуть-чуть его то. Все это интеллект играка. Делай сто процент и если там забьет, окей, забьет. Но ты можешь делать на максимум сто процент, что ты можешь использовать. Корпус, тайминг, интеллект. У меня в памяти как раз момент похожий, где играли с Ростовом. Розыгры штрафного, подача Уткина на Ковличенко и Эктов, кажется, пенальти на нем заработал. Это была ситуация, я хорошо помню, когда Санька играл, но это засты, другой стороны, интеллект Ковличенко, да? Интеллект Ковличенко, который, вы как посмотрите, сначала, этого штрафного, он забирает Саню Эктова руками и его, как бы, ну, я не знаю, как по-русски сказать, убирает, так? И Саня, а Эктов потом, потому что сначала потерял этого игрока, хочет его, как бы, и пенальти, да? И, с другой стороны, это, так как я говорил, это интеллект, этого нападающего, интеллект игрока. И где, и где, власне, Саня преиграл эту борьбу, не на поле, а здесь в голове. Да? Здесь в голове. Потому что это он не может никогда, как бы, нет, невозможно так случиться. И пенальти, как бы, 100%, там ничего нет до... Докажем еще один раз, а здесь, да? Да? Стоп. Подожди, стоп. Да, посмотри, здесь Саня, да? Хотит стоять с ним, держать его, да? Уже сначала плохо стоит, потому что ему надо чуть-чуть, да? И он уже, так. И Комниченко большой, сильный. Понятно, он его убирает. Да? Пал, но он не свистит, и потом уже идет потеря игрока. Видели? Да? Он его, как бы, и сейчас Санька, потому что хочет направить целую ситуацию, так попадает за Комниченко и идет пенальти, да? То, что я заметил здесь, в России, да? Вы искаете, кто виноват? Кто виноват, да? Потому что соперник забил гол, надо показать, это сделал кто, это сделал тот, надо показать, да? Но это было то, нападающий, который читает игру хорошо и забывает. Да? Там можешь сказать, сдать через видео, ты виноват, ты виноват, ты виноват. Но, кто скажет, да, тот игрок, который отдал, это был фантастический просто. Нет. Это так я говорю, да? Все в России будут говорить, Спартак плохой, потому что проиграл где в жопе в Оренбурге, да? Извините меня за это, потому что мы для Москвы, как бы, честно скажу, маленький город здесь, где же на юге Урала, да? И Спартак проиграл в Оренбурге. Поэтому Спартак плохой. Но никто не скажет, Оренбург в этой игре был хорошей. Ребята, извините меня, у Спартака были возможности, не использовали. Мы использовали 50%. Могли выиграть и 4, могло остаться 2-2. А идеальный счет за меня для этого, для этой игры бы был, честно скажу, 5-3 для нас. Потому что надо тоже сказать, что Спартак сделал 2-3 100% ситуации, которые для нас на счастье не использовали. Там штанга, ассист, что помог, да? И потом не попали в ворот. Как я был тренером, который боялся Спартака, так что бы сделал? Чтобы лучшее поле было сухое, чтобы этот мяч термозил и не бегали на скорости Промес и Зинковский, потому что отличные игроки. Я это не понимаю, как есть возможно, что ты приедешь на премьер-лиг, игру премьер-лиг, телевизия, мяч-тв, мяч-премьер, я не знаю, что все. И поле сухое, трава так высока. Я понимаю, что может, что еще в vegetации нет, что человек боится, что может быть чуть-чуть повыше трава, но почему нет вода? Я понимаю, что здесь еще мороз идет и нам получалось, чтобы была вода, чтобы поле искусное, как бы мяч-катал, чтобы была интенсивная хорошая игра. Я не представляю, что бы ты где-то в Англии или в Бундеслице оставил поле сухое специально, потому что зима, завтра будет мороз и так же оправдание. И то же самое, я слышу, но они выигрывают только у себя, потому что искусное поле. Год назад, два года назад Уфа играла на искусном поле. А никому все было хорошо, потому что там приехали, выиграли и все было отлично. И сейчас мне надо менять 15 раз в год. Как называется? Поле, да. Мы переходим 15 раз на год. 15 раз в год. Дома, на выезде, натуральные дома, искусственные. натуральные искусственные. Ты здесь приезжаешь один раз в год, Оренбург. Один раз в 90 минут. Я лучше буду играть на таком поле, чем на поле, которое, например, можно делать в Екатеринбурге, где холодно, зима, сыграли уже две игры, не? Там две, три игры и еще нет vegetации, там и ты то поле убиваешь, да? Так что потом качество сейчас, как бы, а в таком погоде качество на таком поле. И когда я тоже за натуральное, люблю играть на натуральном поле, ну, но, так, такая трава, краткая, поле, вода, а мячка, тайца, чтобы это было качество игры, да? А не так травы, сухое, потому что боюсь, что там играет, я не знаю, мансия и то. А в футболе это праздник, да? В футбол делаем праздник для людей, да? Которые, то, как до театру, да? Они приходят, чтобы что видели. А не, чтобы там терпели 90 минут и смотрели выбивание мяча, бербу, выбивать мяч и играем в волейбол, да? Что, сиатку, сиатку здесь до середины отдаде будем быть в тенисбол, да? Нет, это не. Стараемся. Понятно. Часами нам идет лучше, как со Спартаком, часами нам идет плохо, как с Ахматом, например. Это мы все как бы принимаем, понимаем, что обе мы доросли до таких качеств, как Спартак, я не знаю, ЦСКА, другие команды, нам еще тоже, какая дорога надо сделать, но стараемся так, чтобы мы усложнили всегда те игры тем лучшим командам, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok